Редакция MotorLife.ru посетила третью конвенцию российских автомобильных дилеров, на площадках которой прошло более 20 мероприятий, посвященных совершенно разным, но насущным темам. Такое событие всегда богато интересными спикерами и топ-менеджерами автомобильной индустрии. Поэтому мы не упустили уникальные возможности и поинтересовались, как автомобильные производители и дилеры собираются удержать клиентов во времена сложной экономической ситуации в стране. И кого из них бушующий кризис не пугает? Я рассматриваю сегодняшнюю ситуацию как возможность для АвтоВАЗа. Мы улучшили качество и запустили новые модели. Calina Cross, Largus Cross и другие. Так что кризис для нас — это возможность. Сложно предсказать, как будут развиваться проекты Lada Vesta и Lada X-Ray. Что действительно важно, так это то, что мы запускаем полностью новое поколение автомобилей. И мы входим в сегмент, в котором пока не представлены. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить должное качество продукции, продумать комплектации и определить конкурентноспособную цену. После Vesta и X-Ray мы запустим еще пять новых моделей в течение следующих трех лет. Чтобы создать новый автомобиль, нужны четыре вещи. Кузов, окраска, отделка и шасси. Lada Vesta мы будем собирать в Ижевске, а X-Ray будет собираться на той же линии, что и Сандеро. Так что мы полностью готовы. И сейчас мы заканчиваем испытания. Если говорить о сильных сторонах Lada, наши автомобили на 81% состоят из российских деталей. Ну а в случае с Lada 4х4 этот показатель достигает 92%. У Largus 50%. У Vesta и X-Ray на начало производства этот показатель составит 65%. Некоторые детали так и останутся импортными, но мы сосредоточены на том, чтобы локализовать то, что в принципе возможно локализовать. Я бы не хотел давать прогнозы на 10 лет вперед. Но через пять лет АвтоВАЗ будет одной из сильнейших автомобильных компаний в Европе. Мы уже самые сильные в России. И сегодня в нашу пользу играет ситуация с курсом валют. Так что мы в благоприятном положении. Надо продолжать обучение персонала, повышать качество, работать с поставщиками и сделать так, чтобы люди гордились нашей продукцией. И мы этого добьемся. Всегда важно находиться в центре событий. Нам еще нужно пройти долгий путь. Приятно, что многие понимают, что мы идем в правильном направлении, но многие считают, что нам нужно меняться быстрее. И это полезно слышать. Конечно же, Россия — это ключевой для нас рынок. Есть и отдельные важные регионы, такие как Татарстан и Самарская область. Ключевой задачей для нас является возвращение на московский рынок. На сегодня у нас меньше 4% московского рынка. Важно вернуться и в Санкт-Петербург. Там у нас меньше 6%. Так что мы сосредоточены на том, чтобы удержать наших нынешних покупателей и вернуть половину тех, кто от нас ушел. И если мы решим эту задачу, мы достигнем успеха. Сегодня 14 миллионов людей ездят на ладах. И если половина из них купят новую ладу, у нас будет все в порядке. А они купят. Конвенцию посетили также и представители китайского автопрома, которые, вопреки всему, не собираются сбавлять обороты. И, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжают искать инструменты для завоевания нашего рынка. Все говорят о том, что пришел кризис. На самом деле он не пришел, он наступил несколько раньше. И в последнее время, как уже последние полтора-два года, вся автомобильная индустрия России находится в этом состоянии. Это просто новая реальность. Компания LeFan была к этому готова. В связи с этим мы, несмотря на все эти ситуации, все равно начинаем строить свой завод. С инвестициями порядка 300 миллионов долларов. С рабочими местами более 3000 человек. И с объемом производства в течение первых пяти лет не менее 60 тысяч автомобилей. Поэтому мы смотрим все равно перспективно, оптимистично в завтрашний день. И никуда с рынка уходить не собираемся. Генри Форд говорил, что если в период кризиса компания начинает экономить на маркетинге, на своей активности, то она похожа на человека, который для того, чтобы больше прожить, останавливает свои часы. Мы нисколько не сокращаем свои активности. Мы постоянно придумываем новые акции, новые предложения, новые механизмы, которые сделают нашего потребителя еще более счастливым и довольным от нашей покупки. Мы относимся к каждому дилеру персонально, никогда не рассматриваем их просто в совокупности как дилерскую сеть. И с каждым дилером находим новые механизмы, которые позволяют ему в это сложное время не только выживать, но еще и зарабатывать. И в том числе делиться своими положительными эмоциями и доходами со своими потребителями. В нашей дилерской сети постоянно проходят акции, которые позволяют нашему покупателю приобрести автомобили по более выгодным ценам, на более выгодных условиях. Для этого с дилером у нас проводится ежедневная работа по каждому направлению, как то продажа автомобилей, послепродажное обслуживание, кредитные программы, кредитные ресурсы, которые привлекаются по программе LeFan Finance, которые запущены для того, чтобы клиенту было удобнее и выгоднее приобрести автомобиль. Подобная конвенция просто необходима, потому что только здесь мы получаем весть из полей не только от наших дилеров, но и от того, что происходит в других сетях. Мы делимся мнением, делимся впечатлениями и вырабатываем для себя политику продвижения на завтрашний день. Это позволяет нам всем верить в то, что несмотря на кризис, несмотря на падение продаж, завтра будет тот день, когда начнется рост, и к этому моменту нужно быть готовым. Тот, кто готов будет сегодня, тому будет легче работать завтра. Мы не собираемся сидеть, сложа руки и ждать. Мы, естественно, развиваемся, мы, естественно, предлагаем более новые сервисы нашим клиентам. Мы говорим о том, что у нас есть 5 лет гарантии, мы говорим о том, что у нас есть интересные страховые продукты, кредитные предложения, мы говорим о том, что у нас есть широкий модельный ряд, и мы говорим о том, что у нас есть корпоративные программы для наших корпоративных клиентов. Мы прекрасно понимаем, что если не будоражить аудиторию, если не заявлять о себе, то про тебя все забудут. Поэтому в этом году у нас будет презентация нового продукта X50, у нас в этом году будет презентация обновленного X60, поэтому я думаю, что мы всклыхнем еще рынок. Так же, как и всем, непросто. Рынок упал на 40%, падение рынка продолжается, хотя появились определенные надежды. Ждать нет смысла. Мы предлагаем больше возможностей, в том числе предлагаем определенные программы у дилеров. И поскольку дилеры являются нашими проводниками на рынке, вот эти вот идеи, они возникают тоже в переговорах с дилерами. Дилеры очень много предлагают интересного, как повысить трафик, как улучшить общение с конечным потребителем. И здесь ждать нечего. Нет, мы только заинтересованы идти вперед. По нынешней ситуации мы немножко отложили вывод нового автомобиля. И, соответственно, для того, чтобы привлечь новых и сохранить наших клиентов, которые есть у нас, мы предлагаем программы лояльности, в том числе и программы по сервисной поддержке. Сейчас у нас запущена программа по ТО, где 50% от стоимости ТО возвращается к клиенту в качестве подарка. Продолжение следует...